Здравствуйте! В эфире передача «Разговор по существу». Сегодня мы беседуем с председателем избирательной комиссии по Магаданской области Николаем Жуковым. Николай Николаевич, здравствуйте! Добрый день! А главное, кто сможет проголосовать 13 сентября и что для этого требуется? Еще раз добрый день! Самый главный вопрос, самый насущный. На него непросто ответить на самом деле. Прежде всего потому, что у нас проходят одновременно две очень больших избирательных кампании, которые у города Магадана. Прежде всего, это кампания, связанная с выборами депутатов Магаданской областной думы. И здесь действуют свои правила. Но кроме этого, естественно, для наших магаданцев очень важна и вторая кампания избирательная. Это выборы депутатов Магаданской городской думы. Это не менее значимо. Еще раз подчеркну. И здесь действуют свои правила. Но они несколько более просты. Я сразу на это обращу внимание. Напомню, что у нас Магаданской городской думой была изменена избирательная система. И вот смешанная избирательная система, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, а вторая по одномандатным округам, формирование нашей городской думы перешло на только одномандатную такую систему. Называется она мажоритарная, я напомню. Всего территория города Магадана разбита на 21 избирательный округ. И, соответственно, в каждом этом округе мы должны с вами будем выбрать одного из депутатов, который будет представлять магаданцев следующие пять лет в этом представительном органе. Понятно, что в соответствии с действующим законодательством проголосовать на этих выборах смогут те избиратели, которые придут на избирательные участки, расположены по месту их регистрации, по месту жительства, прописки. То есть голосуем по прописке, получаем бюллетень, ставим галочку. И, соответственно, этот голос учитывается избирательной комиссией. Это очень важно на самом деле. Почему? Теперь перехожу к более сложному вопросу. На выборах региональных у нас действует уже ставшая избирателем привычная система мобильного избирателя. То есть те магаданцы, которые в дни голосования, я вот сразу, так сказать, оговорюсь, не будут находиться по месту своего жительства, куда-то выедут по территории области, или, может быть, по каким-то иным причинам захотят крепиться к иному избирательному участку, на выборах в областную думу смогут проголосовать. Но в случае использования этого механизма, механизма голосования по месту нахождения, они, по сути дела, лишатся возможности принять участие в муниципальных выборах. Это очень важно, вы должны это понимать. И вместо трех бюллетеней, таким образом, они получат два, например, или один даже. Все будет зависеть от того, каким образом у нас избиратель переместился в пределах Магаданской области. Вот здесь, переходя к областным выборам, обращу внимание, конечно, любой наш магаданец, любой избиратель, то есть человек, который имеет прописку, буду говорить всем понятным языком, хотя это не совсем верно с юридической точки зрения, на территории Магаданской области он имеет возможность, как минимум, всегда по одному из бюллетеней проголосовать. Это бюллетень для голосования по единому избирательному округу, то есть бюллетень для голосования за партийные списки. Но при этом, я напомню, для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо написать заявление. Его можно подать сейчас в территориальной избирательной комиссии, можно подать в МФЦ, можно воспользоваться порталом госуслуг. Со 2 сентября такое заявление можно еще будет подать и в участковой избирательной комиссии, указать выбранный избирательный участок, в дни голосования прийти на этот избирательный участок, получить там бюллетень и проголосовать. Что касается голосования по одномандатным избирательным округам для областных выборов, здесь ситуация более сложная. В тех случаях, когда избиратель перемещается внутри своего округа, он имеет возможность получить, областного, я подчеркнул, округа, он имеет возможность получить второй бюллетень. Но это больше, конечно, у нас актуально для наших земляков, которые живут в городских округах, потому что в один округ могут ходить сразу несколько таких городских округов. Например, избиратель, перелетая из Ивенска в Амсукчан, все равно имеет возможность проголосовать не только за партию, но и за кандидата. Но областного, подчеркну, в муниципальных выборах, естественно, в Лугенском районе он уже не сможет принять участие. Но сложное правило. Особое внимание обращу на тех избирателей, у которых есть дополнительные гарантии реализации избирательного права. Это, прежде всего, речь идет о тех магаданцах, которые здесь у нас имеют временную прописку. И в тех случаях, когда у них нет прописки на всей территории Российской Федерации, они тоже имеют возможность по этой временной регистрации подать заявление, выбрать удобный для себя избирательный участок и проголосовать. При этом, если они получили временную регистрацию до 12-го числа и будут голосовать в том округе, в котором они по закону проживают, они получат два пюллетеня и смогут проголосовать за одномандатного кандидата, ну или за кандидата по одномандатному округу более правильно. Если же они выберут участок, который находится за пределами того избирательного округа, областного, в котором они проживают, они получат только один избирательный пюллетень. Если же у нас человек не подаст такое заявление, имеющий только временную регистрацию в принципе, и эта временная регистрация на территории области находится, но он не подал заявление, или встречаются люди, у которых нет вообще никакой регистрации, они смогут проголосовать только в дни голосования, придя на тот избирательный участок, который определен нашим решением, областной комиссией. На территории города таких избирательных участков два, это первый и тридцать шестой, один находится здесь у нас в КСК Металлист, второй в поселке Сокол. Вот напишут там заявление в саму избирательную комиссию, участковая комиссия примет решение, даст им возможность проголосовать, но только по партийному списку. Я почему на этом так более-менее подробно останавливаюсь? Прежде всего потому, что это важно и для избирателей понимать, в каких случаях какой бюллетен он имеет право получить. Вот в этом смысле, да, классический вариант, голосуем по прописке, получаем три бюллетеня, прописка в Магаданской области, и тогда все в порядке, не надо голову ломать. Вот в иных случаях здесь, конечно, ситуация уже будет меняться. Но я особое внимание обращу, потому что, чтобы не было никаких домыслов, любой человек, который имеет прописку, то есть регистрацию по месту жительства, за пределами Магаданской области избирателем не является и голосовать не может. Почему обращаю внимание? Потому что эти избиратели у нас голосовали и на выборах президента, и на общероссийском голосовании, потому что они граждане России, имеют такую возможность. Но в региональных выборах без прописки, да, вот, или, как, имея прописку за пределами Магаданской области, вот так правильно, голосовать нельзя. Вы там избиратель, здесь у нас вы гражданин Российской Федерации. Вы автоматом не пошли. Да, но избирателем не являетесь. Это очень важно. Ну, вот, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Такой вопрос вот по избирательным участкам именно. Каким образом будет проходить, то есть по мерам безопасности? Кто это будет вообще соблюдать, вот эти меры безопасности? Как это будет контролироваться? Кем это будет осуществляться? Ну, меры безопасности, термин очень широкий. Прежде всего, речь, конечно, всегда идет о мерах общественной безопасности. Вот, и здесь мы уже активно очень работаем с сотрудниками правоохранительных органов. Как всегда, будет обеспечено дежурство и сотрудников полиции, и сотрудников Росгвардии, в том числе. Для нас это очень важный принципиальный вопрос. Это сохранность всей избирательной документации, в том числе и избирательных блюдей, не списков избирателей. Вот, будут по традиции действовать средства технического обнаружения. Это и стационарные, ручные металлодетекторы. Обязательно мы пройдемся вместе с коллегами в смысле террористической защищенности. То есть, проконтролируют вопрос наши коллеги из Росгвардии и полиции, обследование помещений с собаками. Обязательно посмотрим на пожарную безопасность. Все эти вопросы, они уже решаются активно во взаимодействии избирательной комиссии со всеми силовыми структурами. Второй элемент безопасности, это, конечно, нетальная безопасность. Ситуация продолжает оставаться достаточно тревожной у нас на территории Магаданской области, несмотря на ее стабилизацию. Мы получили соответствующее письмо Роспотребнадзора. Для нас это важно очень, так как это позволяет нам сегодня, в том числе, провести закупку необходимых средств защиты. Мы очень тесно работаем с правительством. Хочу высказать отдельную особую благодарность губернатору Магаданской области. Уже на прошлой неделе по его распоряжению нам были выделены дополнительные средства. Такое решение Сергею Кисиченосовым было принято, на которое мы будем, в том числе и мы будем закупать средства защиты. Ну и, конечно, здесь мы рассчитываем, и я знаю, что такое поручение уже дано, на помощь Министерства здравоохранения. Объем тех мер безопасности, который будет применен 13 сентября, наши избиратели смогли увидеть на общероссийском корресовании 1 июля. В этой части ничего не поменялось. Начиная от масок и антисептики, заканчивая ручками и пакетами. Все эти элементы будут использованы. Мы уже ориентируем на это комиссии. Вот, конечно, здесь, прежде всего, наша сфера ответственности. Мы будем, прежде всего, контролировать соблюдение всех этих мер безопасности. Будем ориентировать на, не то чтобы на контроль, но на содействие в работе комиссии по этому направлению представителей избирательных объединений и кандидатов. Ну и, конечно, никто не снимает, как бы, да, ответственность перед Роспотребнадзором, который тоже, я думаю, будет в этой части с нами взаимодействовать. В первую очередь. Да, потому что, ну, я вот скажу, и для нас это оказалось, сегодня оказывается очень важным результаты общероссийского голосования. Итоги, да, вот общероссийского голосования, они показали, что те меры безопасности, они дают стопроцентную гарантию. У нас не было ни вспышек никаких, ни заболеваний, связанных с участием в общероссийском голосовании избирателей. Да, то есть, это значит, что эти меры сработали, я думаю, что и в этот раз они тоже свою эффективность продемонстрируют. И, собственно, мы вот об этом будем еще с вами сегодня говорить. Вот тот порядок, который ЦИКом принят, он как раз ориентирован так же, как и на общероссийском голосовании, на необходимость растянуть во времени, пространстве голосования избирателей. И таким образом обеспечить отсутствие массового скопления в один момент времени избирателей на избирательном, например, участке. И, соответственно, исключить любую возможность передачи инфекций. Поговорим о процессе подготовки, когда кандидаты приходили, подавали заявки. То есть, вот о процессе принятия этих заявок. То есть, кого допустили, кого не допустили, какие нарушения были выявлены? Ну, я хочу отметить, и для нас это, в общем-то, важно на самом деле. Большая часть кандидатов, она смогла принять участие в выборах. Несколько более сложная ситуация с избирательными объединениями, политическими партиями, но и там более половины смогло преодолеть все, так сказать, требования, которые предъявляет к выборам избирательное законодательство. Поэтому, еще раз, почему большая часть кандидатов, подавляющая часть кандидатов в выборах продолжает участвовать? Если говорить конкретно, ну, по, например, областным выборам, то у нас сегодня из 45-42 кандидата участвуют в выборах. Их фамилии мы сможем увидеть, если ничего кардинально не изменится в избирательных бюллетенях. То есть, конкурентность достаточно высокая, более четырех кандидатов на один избирательный округ. Ну, понятно, что где-то их три, где-то их пять. Причем, для нас, что очень важно, участвуют не только представители парламентских партий. У нас есть кандидат, выдвинутый не парламентской партией, коммерческой партией, социальной справедливости. И есть несколько самовыдвиженцев, которые сумели преодолеть этот этап, этап регистрации. Как я уже говорил, с партиями несколько более сложная ситуация. Вообще, изначально заявило о желании принять участие в выборах в Магаданскую областную думу 12 избирательных объединений. Ну, вот, к сожалению, несколько такой легковес, наверное, я бы сказал. Пусть на меня коллеги из избирательных объединений не обижаются, у многих был подход. Ну, я начну с того, что одно избирательное объединение, я не буду называть, чтобы никого не обижать. Ну, вот, это можно, кстати, увидеть, в принципе, во всей нашей информации у нас на сайте. Называть не буду. Одно избирательное объединение не смогло даже провести мероприятие свое партийное по выдвижению кандидатов. Ну, что уже само по себе, да, то есть мы его не увидели. Мы получили только уведомление о том, что партия хотела бы. Ну, вот на этом, как бы, и работа остановилась. Одно избирательное объединение не смогло представить надлежащим образом оформленные документы к нам. Да, и нам, вот, либо было достаточно тяжело, но мы вынуждены были принять решение о том, что мы не можем даже список заверить, потому что то, что было представлено в избирательную комиссию, в принципе, не соответствовало требованиям избирательного законодательства. То есть партия, я не знаю, как она отнеслась к подготовке документов настолько, вот, да, небрежной. Ну, и если говорить об остальных трех партиях, которые не смогли принять участие в избирательной кампании, то у нас одна партия не смогла собрать подписи в поддержку выдвинутого списка кандидатов, поэтому мы тоже в отношении ее приняли решение об отказе в агитации. Одна партия, и, в принципе, мы с коллегами говорили, для них это первый опыт, и они сами говорят, что это очень полезный получился опыт, но они не смогли качественно собрать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Ну, более 20% мы установили недействительных, недостоверных подписей. Прежде всего, речь, конечно, идет о допущенных ошибках в фамилиях, паспортных данных, адресах избирателей. И, в принципе, партия, в общем-то, согласилась с теми замечаниями, которые высказала избирательная комиссия. Ну, и, собственно, еще одной партии были, и небольшая, кстати, очень ответственная партия подошла к этому. Были проблемы с подписными листами, ну, и были отдельные нарушения, связанные с выдвижением списка кандидатов, поэтому в совокупности от всех отступлений от требований законодательства мы тоже были вынуждены принять решение об отказе в регистрации. Таким образом, вот из 12 желающих, да, сегодня у нас сформировался пул такой избирательных объединений, которые уже, собственно, в избирательном бюллетене мы должны будем увидеть. Это 7 избирательных объединений. Напомню, что в 2015 году их было 6, то есть конкурентность здесь повыше. Это хорошо, значит, у избирателей есть выбор не только между парламентскими, но и иными партиями. Я напомню, 9 августа прошла жеребьевка, вот здесь, если в бюллетенях по одномандатным округам кандидаты у нас, да, они в соответствии с требованиями закона выстраиваются в алфавитном порядке, и здесь нет никаких нюансов, да, то есть все понятно, вот с какой буквы начинается фамилия, то в отношении партии мы проводим специальную жеребьевку, чтобы было справедливо, так сказать, да, и по результатам жеребьевки каждая партия получает определенное место в бюллетене. Жеребьевка обязательно проводится с участием представителей избирательных объединений, они тянут конверты с номерами. Ну и вот у нас уже расстановка эта есть, собственно, мы уже приступили к изготовлению этих избирательных бюллетеней. Вот напомню, что у нас участвуют в выборах 7 партий, это 4 наши парламентские партии. Кроме того, ну и понятно, Единая Россия, Либерально-демократическая партия, Коммуническая партия Российской Федерации, Справедливая Россия. И 3 непарламентские партии, это партия пенсионеров, партия пенсионеров за социальную справедливость, да, вот, это партия, Коммуническая партия социальной справедливости, и 3 избирательное объединение, это политическая партия за правду. Из этих избирательных объединений 5 имеют здесь региональные отделения, и 2 избирательных объединения региональных отделений здесь не имеют. Любая партия имеет право участвовать в оборах, они у себя в Москве проводили соответствующие мероприятия, выдвигали. Кандидаты, но там тоже есть магаданцы наши, это всегда можно будет... Кандидаты также они там, правильно? Кандидатов они там выдвигали, но магаданцы там тоже в списках этих избирательных объединений есть. Я отмечу, что на избирательном участке каждый избиратель сможет посмотреть, будут и материалы наглядные, информационные, и по партиям, и по кандидатам, где можно будет посмотреть и адрес места жительства, и дату рождения, и место работы того или иного кандидата, и те сведения, которые он о себе сообщил о доходах, имуществе, об ошибках, которые он допустил, это обязательно будет на избирательных участках. Можно будет перед тем, как сделать выбор, внимательно это все изучить, выбор сделать ответственный. Центральная избирательная комиссия изменила порядок особенностей голосования 13 сентября. Каков порядок? Вы знаете, да, это очень важный вопрос для нас сегодня, потому что это с колес, можно сказать, да, все происходит. Дело в том, что еще в мае в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав были внесены изменения, связанные как раз именно с ситуацией по коронавирусу, что в том случае, если в регионе, да, в регионах, в России в целом, да, достаточно сложная ситуация санитарная, то Центральная избирательная комиссия имеет право утвердить и принять порядок о голосовании в особом режиме, в том числе и о досрочном голосовании, которое изначально не предполагалось у нас на областных выборах. Вот, и Центральная избирательная комиссия такое решение приняла. Это для нас замечательно, потому что, еще раз подчеркну, для нас это очень актуальный вопрос. Для особенностей региона. Да, конечно. Вот, если говорить об особенностях, то самая главная особенность заключается в том, что у нас голосование будет проходить не в один день, 13 сентября, на областных выборах, а будет проходить три дня. 11-12 сентября будет досрочное голосование и 13-го основной день голосования. При этом 11-12 сентября наши комиссии будут работать 12 часов, то есть полный день. Но будет нюанс, связанный с тем, что полдня комиссии будут работать в помещениях для голосования, любой избиратель сможет прийти проголосовать, на решение о графике будут принимать наши территориальные комиссии, но мы уже рекомендовали, чтобы это прежде всего было вечернее время, то есть когда люди идут с работы и имеют возможность зайти на избирательный участок, спокойно отдать свой голос за того или иного кандидата или партии. И полдня комиссии будут работать на придомовых территориях. Мы такую технологию применили впервые на общероссийском голосовании, свою эффективность она показала. Свежий воздух, да, во всяком случае. Ну и тот момент очень важный именно в том, что это позволяет нам растянуть поток избирателей. В этой части мы вот уже работаем и с организациями, работодателями, и предлагаем им ориентировать сотрудников, личный состав, если это какие-то федеральные структуры, на голосование прежде всего 11-12 числа. В том числе с учетом сложившейся практики мы рекомендуем организовывать доставку избирателей, организованных групп избирателей на избирательные участки или на придомовые территории. Конечно, мы строго будем следить и требуем сегодня, чтобы этой доставкой занимались не кандидаты, не избирательные объединения, чтобы эта доставка осуществлялась без всякой агитации. Но сама такая работа муниципалитетами, работодателями проводиться может, я еще раз помню. Это наша уже выработанная годами позиция. Ну и, конечно, хотел бы магаданцев призвать тоже воспользоваться этой возможностью, спокойно проголосовать на придомовых территориях, проголосовать на избирательном участке, вот 11-12 числа, прежде всего, имея в виду заботу о здоровье. Тут же вопрос, какие основания должны быть у избирателей, чтобы проголосовать на придомовом участке? Никаких. Это общее голосование. На придомовом участке комиссия будет со списком избирателей. Это такое же голосование, только как и в помещении, но, грубо говоря, за его пределами. Понятно, что все будет зависеть от погодной ситуации, наличия возможностей, потому что здесь могут разные механизмы использовать. Это могут быть какие-то легко возводимые конструкции, палатки, какие-то навесы. Это могут быть помещения пригодные для голосования, нежилые. Если муниципалитет, например, находит такое помещение, оно тоже может быть. Но вот здесь еще раз важно растянуть эти потоки, их развести, чтобы минимизировать социальные контакты между избирателями. Каких-то особых не нужно причин. Человек имеет право 11-12 спокойно проголосовать на участке, на придомовой территории. Это его право. Комиссия будет готова, она будет со списком, она будет с бюллетенем. Это можно будет сделать. Особое внимание вот еще на что обращу. На два нюанса. Дело в том, что 11-12 также комиссии имеют право провести голосование, так называемое, надомное. То есть голосование из тех избирателей, которые не могут куда-то прийти и просят прибыть к ним. Причем, вот почему я на это обращаю внимание, у нас сегодня законодателям расширен круг лиц, которые имеют право воспользоваться такой возможностью. Если вот еще в прошлом году, да, мы там отслеживали, и были четкие причины достаточно, возраст, состояние здоровья, наличие, отсутствие ограничений по здоровью, да, ну и прежде всего говорим о лицах с ограниченными возможностями здоровья, инвалидах наших, то сегодня любая уважительная причина может послужить основанием для того, чтобы человек пригласил комиссию к себе. Это может быть уход за родственником, там, больным или престарелым. Это может быть, там, наличие несовершенно малолетнего, да, я так скажу, ребенка. То есть, ну, еще раз, перечень, он стал открытым. И в каждом конкретном случае комиссия имеет возможность самостоятельно принять решение, выдвинуться или нет к человеку. Понятно, что, скажем, если человек говорит, я прошу прощения, не трезв и не могу до вас дойти, это не основание, конечно, к нему выехать. Но, если здесь какая-то объективная причина есть, безусловно, комиссия выйдет. И мы тоже ориентируем избирательные комиссии на то, что вот в связи с резким расширением круголиц, которые могут этой возможностью воспользоваться, чтобы обязательно 11-го, 12-го, в соответствии с порядком ЦИК, активно осуществлять вот это надомное голосование. Активно. Потому что, если этот вал обращений, например, да, который теоретически может быть, обрушится 13-го, мы можем оказаться в ситуации, когда мы полностью не можем реализовать права человека. Когда он там два часа позвонил, а там уже пол из 60 человек, конечно, на него комиссия добраться не успеет. До конкретного может быть избиратель. Поэтому мы говорим и избирателям, со 2-го числа можно уже подать заявление о голосовании, пользуйтесь такой возможностью. И ориентируем комиссию, что 11-го, 12-го, все те заявления, которые поступили до 13-го числа, должны быть обработаны и отработаны, чтобы мы успели доехать до каждого. Все-таки вопрос достаточно серьезный, это конституционное право, и мы должны создать все условия для его реализации. Поэтому вот здесь и можно проголосовать досрочно и в помещении, и на придомовой территории, в соответствии с графиком, который будет утвержден ТИКом, и который будет доведен до избирателей. И можно проголосовать на дому. Ну и, конечно, никто не отменяет 13-е число, можно, если кто-то захочет именно 13-го проголосовать, у нас такие избиратели есть, которые говорят, нет, я буду голосовать в день голосования, конечно, мы будем готовы с 8 до 20.00 такого избирателя встретить, обеспечить средствами защиты, дать ему возможность свое конституционное право реализовать. Но вот в комплексе, еще раз подчеркну, все эти меры, они должны дать нам возможность отработать таким же образом, как и на общероссийском голосовании, обеспечить полную санитарную безопасность. Мы к этому, в принципе, готовы. И более того, имеем необходимый опыт. Ну и такой вот вопрос, подытожить нашу беседу, чтобы узнать, какой избирательный участок, куда идти или по другим вопросам, куда обратиться избирателю, куда позвонить, либо прийти, куда интернет-ресурс, что сделать? Вы знаете, опять же, вот мне не могу не отметить, очень полезная у нас с вами такая беседа, да, вот даже на мой профессиональный узко взгляд, я не говорю об избирателях, и все это тоже интересует, я думаю, вас. Но вот прям есть нюансы, которые действительно технологически очень для нас важны. Почему? Потому что я напомню нашим избирателям, что, магаданцам, что у нас в связи с изменением избирательной системы в городе, у нас изменились границы и перечень избирательных участков. У нас практически на всех избирательных участках, я подчеркну, изменились границы и добавились еще пять новых избирательных участков. Поэтому очень важно знать, куда ты должен пойти проголосовать, я согласен. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, границы и перечень избирательных участков уже опубликованы в газете «Вечерний Магадан», можно с этим познакомиться. Во-вторых, в ближайшее время мы уже договорились, эта информация будет опубликована в газете «Магаданская правда» и размещена на сайте газеты «Магаданская правда». Тоже может любой посмотреть. В-третьих, на сайте избирательной комиссии Магаданской области существует два ресурса очень важных. Найди свой избирательный участок и найди себя в списке избирателей. Всех призываю этими ресурсами пользоваться. Они сегодня доступны, в том числе с мобильного устройства. Там с телефона, смартфона зашел, посмотрел, куда тебе идти. Ну и в-третьих, у нас на сайтах размещены все необходимые телефоны контактные, в том числе и телефоны муниципальной нашей городской избирательной комиссии, телефоны нашей комиссии. По этим телефонам горячей линии можно звонить, получать любые необходимые консультации. Вот на это хочу еще раз обратить особое внимание, потому что очень важно, вы можете прийти на привычную для вас избирательную, вернее, в привычную для вас участковую избирательную комиссию, но эта комиссия уже окажется не ваша. Перед тем, как выходить, надо обязательно этот вопрос уточнить. Напоминаю, в эфире была передача «Разговор по существу». И сегодня мы беседовали с председателем избирательной комиссии по Магаданской области Николаем Жуковым. До скорых встреч! Продолжение следует...